Малина обыкновенная. В официальной медицине используют свежие и сушеные плоды малины, реже листья. Сироп из свежих плодов малины применяется для улучшения вкуса лекарств. Настой и чай из сушеных плодов малины обладает хорошим патагонным, жаропонижающим, спазмолитическим, вяжущим и противовоспалительным действием, применяют при простудных заболеваниях и вирусных инфекциях. Настой из листьев малины в гинекологии применяют при чрезмерно обильных менструациях. Кроме того, свежие плоды малины — диетический продукт, их рекомендуют при атеросклерозе, анемии, хроническом ревматизме, гипертонической болезни и сахарном диабете, также они улучшают пищеварение, возбуждают аппетит, облегчают состояние больных при экземах различного происхождения. Сушеные плоды малины входят в состав многих патагонных чаев и сбора ароматный чай, а также противопростудных сборов. Листья малины входят в состав почечного и гинекологического сборов. Применение препаратов малины противопоказано при подагре и нефрите из-за содержания пуриновых оснований. Принимать малиновые отвары и чаи, особенно в детском возрасте нужно с осторожностью, так как они могут вызвать аллергию. Дикорастущая малина широко распространена по всей европейской части России, кроме Крайнего Севера. Встречается в различных типах лесов на осветленных местах, а опушках, полянах, на вырубках и гарях, нередко сильно разрастается, образуя обширные заросли. Плоды малины обыкновенные обладают патагонным, жаропонижающим, противовоспалительным, противоцинготным, вяжущим, тонизирующим и легким диуретическим действием, препараты из листьев и молодых побегов, кровоостанавливающим, спазмолитическим, кровоочистительным и антитоксическим свойствами, их используют для нормализации обмена веществ. В народной медицине используются все части растения. Плоды едят в любом виде. В народной медицине издавна использовался сироп малины при болях в желудке, для улучшения аппетита и работы сердца. Настой листьев и плодов использовали как косметическое средство для чистки лица от угрей, кожных сыпей и им лечат также дерматозы и заболевания десен. Свежие плоды малины с незапамятных времен употребляют в пищу. Они обладают высокими пищевыми качествами и очень ароматны. Плоды едят в переработанном и свежем виде с молоком и сливками, варят из них варенье, кисели, сироп и готовят мармелад, пастилу и другие продукты. Малиновые вина, настойки, ликеры обладают высокими вкусовыми качествами. Листья и цветки используют в качестве чая. В косметологии в основном используют свежие плоды малины. Сок малины применяют наружно при витилиго, жирной пористой кожи, усеянной угрями, обильных веснушках, для стимулирования роста волос при облысении. В дерматологии свежие плоды, сок, отвар плодов, цветков и листьев малины применяют внутрь в качестве дерматонического средства при псориазе, общеукрепляющего противовоспалительного и адаптагенного при пиодермии. Свежие плоды и сок, отвар их сухих плодов малины применяют при ихтиозе, облысении, витилиго, гнынечковых и вирусных заболеваниях кожи. Отвар листьев и цветков используют при гиперкератозе, пищевой аллергии с зудом.